Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Воистину воскрес! Этот цикл роликов будет, называется «Житие святых во свете Библии». Смотрим открытым оком. Вопрос 2157. Не могу согласиться, что выражение «Святая Русь» не соответствует действительности, так как сколько было у нас монахов и монастырей на Руси. Разве не видна вам в этом святость? Это мне вопросы задавали студенты в разных местах университета. А ответы это мои. В самом вашем вопросе уже видно незнание Евангелия. Монашество проповедовало, но сождало неевангельскую веру. И народ жил поязычески, ибо Слово Божие было неведомо народу. Грешили, пили, воровали. И самое главное, что Христа, Ивангельского, Христа, перерождающего человека, люди не знали в большинстве своем. Потому Бог и разбил эту фальшивую святость за грехи и за безумие царя и дворян и священства. Левитам 26.33. А вас рассею между народом, и обнажу вслед вас меч. И будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Это прямо о России. Иезекиил 12.14. А всех, которые вокруг него, с поборников его, и все войско его, развею по всем ветрам, и обнажу вслед их меч. Так что то, что сегодня на Украине, завтра будет в России. Это так легко сделать. Может быть. Михаил Феозор. Житие святых. 20 сентября. Когда ты видишь смуты и войны, или иные бедствия, не думай, чтобы все себе было простым, обычным явлением всего временного мира, или произошло от какого-нибудь случая, но знай, что бедствия попускаются волею всемогущего Бога за наши грехи, дабы согрешающие приходили в чувства и исправлялись. Вначале Господь вразумляет нас грешных малыми наказаниями. Если же мы не исправляемся, тогда Он посылает у нас большие наказания, как некогда и на изолертям. Ибо что попустил Господь на тех, кои не хотели исправиться от верви и бича Христова? Ян 2.15. Поразишь их, сказал Он, жезлом железным. Псалом 2.8. Наказание малое, которое Господь попускает в начале, суть следующая. Мятеж, а тот на Украине, это малое наказание. Голод, внезапная смерть, междоусобные войны, гражданская война и тому подобное. Если же такими наказаниями грешники не вразумляются, тогда Господь посылает на них жестокое и тяжкое нашествие на племенников. Чтобы, хотя в этом великом бедстве, люди могли прийти в чувства и обратиться от путей своих лукавых, по слову пророка. Когда Он убивал их, они искали Его. Псалом 77.34. Так было и с нами, со всей нашей землей российской. Когда мы своим злым нравом прогневали благость и милость его Бога и сильно оскорбили Его милосердие, прийти же и в раскаянии уклониться от зла и творить благое не хотели? Тогда разгневался нас Господь праведным гневом своим и восхотел наказать нас за наше беззаконие лютейшей казнью. И вот Он попустил тогда прийти на нас безбожьим и жестоким варваром, называемым татарами, с несчастивейшим и беззаконнейшим их старем Батыем. В бесчисленном множестве напав на русскую землю. Они победили русских благоверных князей и сокрушили их войско. Все города они разорили и землю русскую опустошили мечом и огнем, ибо никто не мог сопротивляться тем безбожьим полщищам, коим за наши грехи предал нас Бог, глаголовший некогда через пророка. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Исайя 1.19.20. Вопрос. 2158. Согласны ли вы с прошедшей канонизацией новомучеников и исповедников российских в 2000 году? Можно ли рассматривать их труды как труды святых отцов? Расскажите немного об одном из них, Эларионе Троицком. Ответ. Владимир Алексеевич Троицкий родился в 1886 году. Отец и брат служили в храме. Детство Володи прошло в атмосфере строгой церковности и традиций православного благочестия. С детских лет участвовал в богослужении. Окончил Духовную Академию. За выдающиеся успехи дважды посылался за границу. Преподаватель Московской Духовной Академии. Профессор. В 13-м году пострижен монашинство с именем Иларион. В апреле 13-го года был рукоположен вермонаха в возрасте 27 лет. От нарушения 6-го Вселенского Собора 15-е правило. Что такое Академия без Христа? Это пустое место и мертвый дом. Как инспектор отец Иларион заботился в первую очередь о воспитании в студентах церковности. Привлекал их к активной церковной просветительской и проповеднической деятельности. Заботился он о внешней дисциплине. Высокий, стройный, с очень умеренной и пропорциональной полнотой. С ясным и прекрасным взглядом голубых глаз. Он был немного без рук, но никогда не пользовался очками. Всегда смотревший уверенно и прямо, с высоким лбом и небольшой окладистой русой бородой, с озвученным голосом и отчетливым произношением. Он производил обаятельное впечатление. И нельзя было не любоваться. А то смелый, исключительно талантливый человек все воспринимал творчески. Иларион любил говорить, что насколько христианин должен осознавать свои грехи и скорбеть о них, настолько же он должен радоваться бесконечной милости и благодати Божией. И никогда не сомневаться и не отчаиваться в своем жизненном подвиге. Вот чего монахам не хватает. У него самого была поразительная восторженность и любовь ко всему, что было ему дорого и близко. К церкви, к России, к академии. И этой бодростью он заражал, ободрял и укреплял окружающих. Иларион стоит в одном ряду с такими лицами, как патриарх Никон. Илариону нужен был простор исторической арены, чтобы размахнуться чисто по-русски. Иларион сознавал, что орел Петровского, но на западный образец устроенного самодержавия, выклевал патриаршество. Это русское сердце, святотатственная рука нечестивого Петра, свела первосвятителя российского всего векового места в Успенском соборе. После избрания на патриарше престол святителя Тихона, архимандрит Иларион становится его верным помощником. 12 мая 1920 года был хератонистан в епископа Берейского векаря Московской епархии. Ему было 34 года. В 1919 году был арестован, сидел в тюрьме около двух месяцев, освобожден. В 1921 году снова арестовывается. В 1923 году был освобожден. В мае 1923 года обновленцы произвели разбойничный собор, на котором лишились сана и монашества патриарха Тихона. Однако обстоятельства складывались таким образом, что власти были вынуждены выбрать новую политику. 14 июня 1923 года Тихон был освобожден из-под домашнего ареста после сделанного им заявления в Верховный суд. И на следующий день обратился к народу с воззванием, которого от него требовали власти. В это время Иларион стал патриарху самым близким сподвижником. Святитель Иларион был очень гибким церковным администратором и политиком, готовый идти на компромиссы с властью, если за счет этих компромиссов можно было отстоять чистоту православной веры и нанести удар тем, кто представлял главную опасность для церкви изнутри. Владыка Иларион призвал патриарха Тихона не смущаться компромиссами в плане политическом, если от этого будет польза в борьбе с обновленцами. Вот тут все сказано, стал правой рукой его, неукротимая энергия, я коротко пройду. Так пишет Краснов Левитин, участник обновленческого движения. Владыка Иларионов стоял на том, чтобы обновленческих клириков принимать через покаяние. А если свой сан получили в обновленческе, тогда этот сан не признавать. Обновленческие храмы все заново освещались как еретические. 15 июля 1923 года произошло публичное покаяние перед патриархом Тихоном митрополита Сергия Острогородского в Донском монастыре. Патриарх возложил на него крест и по ноге его, а владыка Иларион вручил ему белый клобук. В ноябре 1923 года владыка был вновь арестован на три года канцлагерей. Увидев ужас обстановки, он васликнул, отсюда живыми мы не выйдем. На Славках он был сетевизальщиком и рыбаком. Когда пришло известие о смерти Ленина, заключенных заставили простоять пять минут в молчании. Владыка же демонстративно лежал на нарах и говорил, «Подумайте, отцы, что нынче делается в аду? Сам Ленин туда явился бесом! Какое торжество!» В конце 1925 года Иларион был неожиданно доставлен в Ярославль. Ему добавили срок за неуступчивость власти и отправили на секирку. В штрафной изолятор, где смерть была обыденным явлением. В июле 1926 года Иларион выступил как один из инициаторов Соловецкого послания. Обращение находящихся в Соловецком лагере православных епископов к правительству. 29 июля 1927 года вышла декларация митрополита Сергия. Иларион выступил с резкой критикой тех, кто пошел на раскол. Ну и так далее. В конце 1929 года власти решили выставить святителя в Казахстан на вечное поселение. 6-12-29 перевели из тюрьмы в больницу. Газа. Сыпной тиф. Когда в больнице заявили, что его надо обрить, владыка сказал «Делайте со мной теперь что хотите». 15 декабря 1929 года скончался. Святителя невозможно было узнать. В гробу лежал изможденный старец с обритой головой. Его было 43 года. Власти отдали тело с условием, чтобы не было никакой торжественности, отпевания и никаких надгробных речей. При отпевании был митрополит Серафим Щичагов, архиепископ Алексей Семанский, епископ Амросий Либин и епископ Сергий Зинкевич. А само отпевание совершал епископ Николай Ярушевич. На отпевание и погребение стихийно пришло несколько тысяч верующих Петербурга. Я отвечаю, канонизация – дело рискованное, самонадеянное. Только Бог знает, кто и где будет после смерти. 1 Калинфян 4.5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, И тогда каждому будет похвала от Бога. Вышла книга Илариона «Без церкви нет спасения». По книге видно, что у него не было живого евангельского обращения к Богу. Личные встречи со Христом по Писанию, как у апостола Павла. Традиции, корни, полнота церковного, то есть сегодняшний батюшка. И тем более окончательный Сергея Аня, защищавший эту скверну. Может, за это его и вызвали из концлагеря? Да Бог не дал больше жизни. Рассуждения его в статьях показывают, что он не понимал вреда монашества в том виде, в каком оно есть, что оно запечатало главные силы России. И Русь обескровенной пала перед натиском мира. Иларион не мог без структуры церковной ни шагу ступить, и потому их тепленькими брали, как в одном муравейнике. Они к гонениям совершенно не готовились, в катакомбы не шли и гибли десятками тысяч. Труды его можно читать, но не все в них можно принимать безоглядно. Все нужно сравнивать с Библией. Это о нем. Вопрос 2159. Когда у человека недостает своей веры, а он желает получить что-то от Бога, тогда он и идет к таким подвижникам. И они помогают ему. Ответ. Худо то, что никто не классифицировал никогда те вопросы, нужды, с какими шли к этим отрешившимся от мира его забот. А шли с самыми простыми вопросами, как сегодняшние духовные туристы. Едут под видом паломников по монастырям и по Афонам. Хотя эти вопросы можно было разрешить там, где они живут. Там же было и Писание, и свои батюшки. Но вот так сумели разрекламировать монашеское равноангельное житие, их бесердевство, что люди сделали как слепые и глупые, совершенно ничего не соображают, а идут и едут, по пустыням ищут и разыскивают этих мудрецов-затворников. Дух Божий как бы покинул землю, а источник света и разума был закупорен где-то в горах, в подземельях, в дуплах, и на островах, и в лесах. Да разве Бог так учил? Разве Дух Святой ограничивал себя так, как сузили Его действия и проявления монахи? Обетование Божие дано всем, невзирая на статус, на ценз, на местонахождение. Монашествующие приватизировали Бога и Его обетование, а люди только крошки сих столов могли подбирать. Их признавали за равных только тогда, когда они облекались выноческие постриги и монашеские обеты. Матфея 21-22 И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Иоанн 16-24 Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. У Бога просите, а не у монахов. Антоний Великий, 17 января Однажды, когда он пребывал в уединении, затворившись в своей келье, никого не принимал, пришел к нему с бесноватой дочерью, военачальник Мартиниан. Он стал стучать и умолять преподобного, выйти вон, помолиться и помочь его страждущей дочери. Антоний, не отпирая дверей, выгнал сверху и сказал, зачем ты обращаешься к моей помощи? Я смертен, как и ты. А одинаково мы оба немощны по природе. Если веруешь во Христа, которому я служу, то ступай, помолись по своей вере Богу. И дочь твоя выздоровеет. Мартиниан уверовал, призвал имя Христово и пошел домой с тотчас же исцелившейся дочерью. Но это мало кто так отвечает. Обычно привязывают к себе за каждым пустяком, чтобы ехали к нему. Александр Невский, 30 августа. Новый хан Берке, ввиду злоупотреблений, какие допускали сборщиками Дани, у тайки, собранной ими суммы, передал ее сбор на откуп хивинским купцам или бессерменам. Последние, естественно, в целях наживы собирали гораздо больше той суммы, какую они уплатили хану, и допускали еще большее притеснение населения по сравнению с прежними татарскими сборщиками. Народ не вынес этих притеснений, и в различных местностях началось возмущение. Но возмущение это дошло до крайности, когда среди сборщиков появился один монах, отступник от православной веры по имени Зосима, который не только притеснял своих соплеменников, но и дерзко оскорблял православную веру. Народ не мог перенести этих оскорблений, и в Ярославле убили ненавистного отступника, а вслед за этим начался мятеж. И в других русских городах Ростовского и Суздальского княжеств прогоняли татарских сборщиков и сбивали особенно ненавистных из них. Распространились слухи, что сам великий князь Александр разослал по городам грамоты бить татар и готовиться стать во главе народного движения. Расправа с ханскими сборщиками должна была вызвать страшное возмездие со стороны татар. Снова нужно было великому князю поспешить в Орду, предотвратить от Руси грядущую беду. Все это мы хорошо знаем, а в вашем учении не нуждаемся и не примем его. Это он отвечает папам. Папы не остались в долгу. Они стали поднимать против непокорного русского князя, шведов и рыцарей. Но эти новые походы были безуспешны. Вопрос 2160. На что ссылаются иноки, защищая институт монашества? Какие из этих доказательств действительны сегодня? Ответ. У ветхозаветных мужей было уважение к потомкам. А они оставляли на память камни с одна Иордана, манну в сосуде, чтобы показать внукам и верующим. Иисус Новин 4, 3, 6, 7. И дайте им повеление, скажите, возьмите себя отсюда из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою. И далее перечисляется. Исход 16, 33. И сказал Моисея Аарона, возьми один сосуд золотой и положи в него полный гамор манны, и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши. Но монахи пошли иным путем. Они всюду доказывали, что они близки Богу. Если они написали сами о своих товарищах, что тем было явление ангела, слышалось благоухание, или нашел кто-то из них подвижника в пустыне, то заканчивается всегда исчезновением этого чуда. Умерший заваленными камнями в пещере, если у Ануфрия были пальмы, то по смерти он мгновенно, ручей пересох, пальмы исторглись, и следа нет. Даже дощечек Пахомия, на которых якобы ему ангел дал уста в его монастыря, их тоже нет. Как у Джозефа Смита, основателя мормонской веры. Если это человек, который мог бы подтвердить истинность своего пребывания в раю, то про него только пишут иные. А кто пишет, тоже сокрыто. А где же этот свидетель его нет? Крайне неуважение к читателям. Сегодня ни в одной газете такой материал не прошел бы, кроме как в епархиальных мурзилках. Нигде не пропечатали бы столь недоказуемый и недостоверный материал. Писание нас предупреждает, чтобы мы не доверялись людям, если их слова не подтверждаются Писанием. Потому Писание и скрывалось, чтобы ни с чем было сравнивать, но чтобы брали все на веру. Писание-то монахи скрывали. Ефросин. 11 сентября. Многие признатности своего рода не имеют никаких добродетелей и посему впадают в глубину ада. Напротив, нередко люди простого происхождения при своем благодетельном смирении возносятся в рай Божий. По окончании утренней ере собрал братья и показал ей три райских яблока, подробно рассказал то, что видел. Тогда все ощутили от тех яблок неизреченное благоухание и радость духовная и в умилении дивились тому, о чем поведал ереи. Они пошли к поварнике Фросину, дабы поклониться рабу Божию, но уже не нашли его, ибо он вышел из церкви и скрылся, избегая славы человеческой, и никак не могли его найти. А куда именно он скрылся, об этом нет нужды много допытываться, ибо если для него был открыт рай, то куда же он мог скрыться? Яблоки те братья разделили между собой и раздавали многим на благословение, в особенности же для исцеления, ибо больные, вкушавшие от них, исцелялись от всяких болезней. Паисий Великий, 19 июня. Невидимый же враг, завидуя всегда всем добрым людям и умея изобретать для рабов Христовых различные многообразные ухищрения, простер свое коварствие на сих двух иноков и задумал так их обольстить. У одного из пустынных отшельников, который еще не был совершен в иноческом достижении, украдено было его убогое келейное имение. Отшельник этот, еще будучи малодушным, и потому, жалея украденной вещи, стал искать укравшего, но не нашел его. Услышал же об одном прозорливом старстве, даже пошел к нему, тот указал, но Пахомий, когда был здесь, Паисий, прозорливо узнав по благодати Божией обо всем совершившемся и жалея тех двух братьев, которые в это время неповинно так страдали, восстав, отправился из кельи своих в ту лавру, пришел и доказал, что они единомые. Это место уже встречалось, поэтому прохожу. Слова «так говорит Господь» встречаются в Библии 476 раз. Говорит Господь Бог 243 раза, Господь Савовов 95, «говорю тебе 33», «говорю вам 334» и многое другое, к тому, чтобы привлечь, чтобы люди читали Слово Божие и верили в это. Вопрос 2161. Какая уверенность, что все видения у святых были от Бога? Ответ. Даже судя по тому, что написано в житиях, а написано, может быть, настолько предвзято и пристрастно, что возникают сомнения, да было ли это. Или вообще не было, и тогда видно, что верить никак не нужно было. И еще встречается, что их сатана обводил вокруг пальца, или вокруг рогов, или хвоста, видениями, как Исаакия Печерская, Симеона Столпника, Никиту и других. Там всегда ссылки на некоего мужа, некое видение. Златоуст советует, что если даже истинное явление было, а ты не поверишь, то получишь от Бога за то, не веря, похвалу, чтобы не обмануться. Симеон Девногорец 24 мая. Спустя некоторое время Симеон увидел некоторого мужа, дивного лицом, обреченного в белой одежду, сказавшему, последуй за мною. Симеон последовал за ним. Муж, явившийся ему, привел его в страну Теверенскую, находившуюся рядом с Телевкием. Муж привел отрока на место, называемое Пила. Здесь отрока пребывал в горе пустынной, живя со зверями, как сагнцами. Он имел своими сожителями только зверей. Так что никто из людей не видал его. Ночью и днем он осеивал свет его неизреченный. Принимал пищу Симеона из рук того светлого мужа, который привел его сюда. Муж, что часто являлся ему, получал его во всем и подавал ему в свое время пищу. Но спустя некоторое время, по наставлению того же мужа, Симеон зашел наверх горы и нашел здесь небольшой монастырь, игуменом которого был блаженный Иоанн, стоявший на столпе. Этот игумен имел частое видение, предуказывавшее, что к нему придет блаженный отрок Симеон. Так, например, он видел отрока в белой одежде, иногда направлявшимся в монастырь, на колесницы, иногда летающим по воздуху и парящим над монастырем, иногда стоящим на светлом столпе и за столпом со столбом, приближающимся к монастырю. Видел сей блаженный Иоанн и ангела, показывавший ему наотрока того и говорившего, вот это тот, через которого ты получишь спасение. Обо всех этих видениях игумен Иоанн говорил инокам, прибывавшим вместе с ним. Когда же по Божьему усмотрению в его монастырь пришел блаженный Симеон, то иноки весьма удивились тому, что столь малое дитя, не имеющее еще шести лет, могло одно ходить по такой пустыне и найти монастырь. Игумен же Иоанн, увидев Симеона со столпа своего, понял, что это был именно тот отрок, какого он неоднократно созерцал в видениях своих. В монастыре том жил один простец, спасший стада. Увидав вышеестественное пощение отрока того, он разжегся дьявольской завистью к нему и замыслил убить его. Спустя некоторое время блаженный Симеон начал усердно просить братьев построить ему столб близ столпа Иоанна. Согласно его желанию, столб был быстрым при столпе Иоанновом. Отрок зашел на него, имея всего лишь семь лет от роду, будучи обреченным в образ иноческий блаженным Иоанном. Сплошь все правила нарушены. И стоял он на столпе, подражая Аве Иоанну. При начале его подвига столбного ему явился Господь наш Иисус Христос в виде отрока, сиявшего неизрещенной красотою. Иоанн пел каждую ночь по тридцати псалмов, а Симеон по пятидесяти, а иногда по восьмидесяти. Часто же и всю псалтырь пропевал в одну ночь, совершенно не предаваясь сну. И днем святой непрестанно словословил Господа. Были же среди инаков и такие, которые питали ненависть на отрока Симеона, поддаваясь искушению демонскому. Святой Симеон, спускаясь оттуда, спросил водившего его, что это я видел? Тот же отвечал, это семь небес, на которые ты был восхищен. Семь небес. Семь небес это у мусульман. У мусульман в Коране. У христиан этого нету. Затем святой увидел рай, и прекрасные сады, и пресветлые, и прибольшие палаты, источник мира, протекавший там. Здесь преподобный не видел никого, кроме Адама и благоразумного разбойника. Ануфий Великий, 12 июня. Чадо, ты послан Богом в пустыню эту, не для того, чтобы в ней подвязаться, но для того, чтобы, видев рабов Божиих, возвратиться обратно и поведать о добродетельной жизни пустынников братьям, ради душевной пользы их, во славу Христа Бога нашего. Вопрос, 2162-й. Пожилые и умудренные опытом священники, на что сегодня обращают главное внимание в своей пастырской деятельности? Чему учат малые собратья в полтарю? Есть ли какая разница между сегодняшними батюшками и дореволюционными? Ответ один к одному. Каким ты был, таким ты и остался, как пелась в послевоенной песне. Если бы люди знали хорошо смысл Писания и не только содержание этой вечной книги «Откровение Божие о человеке», то к батюшкам, может быть, пореже обращались за советами. Сегодня же отношение к ним полностью, как к ветхозаветным священникам из ливийного колена, принятие от священников таинства, ибо им верено жертвоприношение. Современные пастыри в абсолютном большинстве чуть-чуть ли не все главное внимание обращают на исповедь и причащение. Они устанавливают день и ночь в свой авторитет, свою незаменимость и исключительность, чтобы из них ни до Бога не достучаться, ни здоровья не поправить. Поэтому они упирают на чудеса. Чудеса и еще много раз чудеса. И при том чудеса касаются исцеления, спасения в трудной обстановке. И тут на первое место выходят иконы, их мироточения, слезоточения, кровотечения с икон, видения и снова сновидения, и всюду мощи, поклонения мощам, пересказ о чьих-то исцелениях, об откровениях, о потустороннем мире и изгнания из бесноватых бесов. Чтобы убедиться в истинности сказанного, направляю к тому, что пишут об этом сами чудо-чудотворцы. А у берегов, книжек, своих исцеляющих вех и их прославляющих, как обладателей великой и страшной для демонов духовности. Вот и романах Трифон, чудеса последнего времени, в двух книгах, рассказы из жизни для взрослых и детей о чудесных исцелениях, в видениях помощи Божией и наказаниях. По благословению при освящении Шаварсонофи и епископа Саранского-Мордовского. Десять тысяч экземпляров. Четыреста шестнадцать страниц. Десять пятьдесят пять рассказов. Пятьдесят три фотографии. Книга заняла первое место в республиканском конкурсе, посвященном двухтысячелетию христианства. Автор награжден золотой медалью и дипломом первой степени. Автор принимает рассказы и пожертвования для третьей книги. Дивеева, Нижегородская область. Отцу Трифону. От литературного редактора. Книгу «Череса последнего времени» я прочел в один присъезд. И далее, что об этом говорит, об этой книге? И восхваляет постник, молитвенник, бессеребряник, кандидат филологических наук, доцент Морозов. Это предисловие как расширенный эпиграф. Конечно же, Трифон знал и читал. Этот понедельник ему понравился, он благословил его. Да и епископ тоже приложил руку на благословение этой книги. Не может же господин Морозов знать содержание Библии лучше Трифона и иметь ее в большем авторитете, чем Трифон. Ученик никогда не может быть выше учителя, иначе он и поменяется местами. И вот все об этой книге здесь написано. Сейчас все вроде запрещают ее. Аминь. Аминь.